Здравствуйте, меня зовут Самой Ленка Нателли. Как-то так получилось, что этот год можно назвать годом открытий. Помните, как у Акуджавы со мною что-то происходит? Так и со мной. Летом я попала на участок, где на достаточно небольшой площади растут два исполина. Два желудя Юпитера – грецкий и манжурский орех. Увидев грецкий орех в Ленинградской области, я очень удивилась и в то же время обрадовалась. Я словно встретила старого друга в озеленении Кишинева, грецкий орех играет не последнюю роль. И я помню, какой красавец рос у нашего дома. Встретить этого южанина в Ленинградской области было большой неожиданностью. Причем это был не замученный саженец, умирающий от холода, а вполне взрослое дерево, около пяти метров в высоту, с мощной широкой кроной. Дерево, дающее своим хозяевам вполне приличный урожай. Не знаю, может быть на участке какой-то особый микроклимат, а может это зимостойкий сорт или что-то еще, но честно признаюсь, ушла я оттуда не с пустыми руками, а с годовалым саженцем, который мы обязательно посадим в парке и будем за ним наблюдать. И как знать, может быть когда-нибудь можно будет попробовать свои грецкие орехи. Все это в будущем. А пока я продолжаю считать и утверждать, что грецкий орех не для нашего климата. Но это не беда. У нас себя прекрасно чувствует родной брат грецкого, маньчжурский, который обладает не меньшими достоинствами, а кое-где даже и превосходит своего собрата. Итак, герой нашего сюжета и гость из Маньчжурии – орех маньчжурский. Прошу любить и жаловать. Надо сказать, что это дерево подойдет, увы, не всем. Несмотря на то, что растение красивое и неприхотливое в уходе, занимает оно много места. Посмотрите, мы побывали на участке, где маньчжурский орех по праву можно назвать хозяином сада. У каждого участка есть свой хозяин. И это не обязательно человек. Причем на самом деле человек, который считает себя хозяином своего участка, он очень сильно заблуждается. Хозяином может быть вплоть до фигурки гнома. Может быть скульптура, может быть ворон постоянно прилетающий, либо растение. Вот я когда захожу на участок, я пытаюсь понять, кто здесь главный, кто здесь хозяин. Здесь у меня вопросов не было. Хозяин этого участка – вот этот вот огромный, красивый маньчжурский орех. Посмотрите, насколько по-хозяйски он раскинулся. Каждое растение, которое ему пытаются подсадить, площадь любого участка ограничена, а жажда сажать не заканчивается никогда, он пытается закрыть своими листьями, показав о том, что это моя территория, а вы здесь незваные гости. Посмотрите, они еще плодоносят. Надо отдать должное, что, к сожалению, орехи очень долго входят, ну, как любое благородное растение, в срок плодоношения, если я не ошибаюсь, где-то на 8-10 год. Но, тем не менее, стоит подождать. Если ваш участок позволяет посадить маньчжурский орех, обязательно сделайте это. И вы никогда не пожалеете. Согласитесь, впечатляет. А теперь давайте более подробно поговорим об этом растении. Разберем все его плюсы и минусы. Надо сказать, что из своего рода маньчжурит самый зимостойкий. Его ареал простирается от Северного Китая, Дальнего Востока до Корейского полуострова. Морозы ему не страшны. Все орехи прекрасно пережили наши зимы. Они неплохо реагируют на оттепель и резкие перепады температуры. Никто из известных мне экземпляров не пострадал в ту черную зиму, когда у многих вымерзли даже спиреи. Я уже молчу про розы и барбарисы. С зимой и морозостойкостью у него все в порядке. В нашем климате это растение ведет себя более чем стабильно. Если вам позволяет площадь, или вы задумываетесь о родовом дереве, подумайте о желуде Юпитера. На мой взгляд, это дерево идеально подходит для этой цели. И ничем не уступает кедровой сосне или дубу. Манчжурский орех – долгожитель. В среднем его срок жизни от 200 до 300 лет. Посадив саженец, вы сможете быть уверены, что под ним будут играть не только ваши дети, внуки и правнуки, но и прапраправнуки. Он дает орехи, но они уступают черному и грецкому. Нет, не по вкусовым качествам. Они ничуть не хуже, но и дро намного меньше. И расколоть скорлупу не так уж просто. Но ведь в этом тоже можно увидеть определенный символизм. А какая форма у ореха? Ничего не напоминает? По-моему, так рисует семейное дерево. Или я ошибаюсь? Еще манчжурский орех, в отличие от грецкого и черного, более благосклонен к другим растениям. Помните, мы с вами говорили про один из механизмов в конкурентной борьбе? А лилопатию. Черный – самый агрессивный, эгоистичный. Под ним фактически ничего не растет. Далее идет грецкий. И самый доброжелательный и уверенный в своей силе – это манчжурский. Ну, да ладно. Давайте вопрос семейного дерева оставим в покое. И поговорим об агротехнике. Манчжурский орех, как и кедровая сосна, с возрастом становится все более и более выносливым, приобретая устойчивость к ветрам, болезням, вредителям и прочим напастям. Но молодые саженцы уязвимы. Выбирая место для растения, хорошо подумайте. Так как выражение «три раза пересадил, ни разу не посадил» для манчжурского не подходит. Он очень плохо переносит пересадку. У него стержневая корневая система. Укрывать молодые саженцы не надо. А вот позаботиться о защите от ветра стоит. Но это всего лишь первые два года посадки. Выбирая место, помните, что орех, светолюбив, предпочитает слабощелочную почву, и ему нравятся суглинки. Они, с одной стороны, богаты минеральными веществами, с другой – вполне воздухопроницаемы. Манчжурец поздно распускается. Но ведь это и хорошо. В этом случае ему не страшны возвратные заморозки. Зато распустившись, дерево приковывает к себе все больше и больше внимания. Большой сложный лист, широкая крона делает похожим его на тропическое растение. Как и любое растение, манчжурский орех можно обрезать. Но делать это нужно в конце лета, осенью или же ранней весной, пока не началось сокодвижение. В противном случае можно получить сильное сокотечение. И это сильно ослабит ваше растение. Я уже упоминала, что представители рода грецкий орех способны постоять за себя. Корни и листья выделяют в почву вещества, подавляющие рост других растений. Но к манчжурскому это относится гораздо в меньшей степени. Вспомните того красавца, которого мы вам показывали в начале сюжета. Под его пологом растет и трава, и хвойный, и лиственный. И это не исключение из правил. Правда, есть пару видов, которые манчжурец не жалует. Это яблони, представители версковых и лобчатка. Поговаривают, что еще от него достается веймутовый сосне. Ну, что еще я забыла рассказать об этом растении? Ну, может быть, я напомню вам, что манчжурский орех является однодомным. То есть мужские и женские соцветия находятся на одном растении. Еще надо упомянуть, что в стадию плодоношения дерево входит достаточно поздно. Где-то на 7-8 год. Но полноценный урожай вы получите только тогда... Пока. Спасибо, Димочка. Полноценный урожай вы получите где-то через 3 года после начала плодоношения. И, наверное, последнее. Пускай медленно, но манчжурский орех все больше и больше привлекает внимание от садоводов. Сейчас его можно встретить в Сибири, на Урале, в Финляндии. А, кстати, в Финляндии мы все чаще и чаще натыкаемся на него. Это потомки того самого первого ореха, посаженного в 19... Дима меня смутил. Сейчас его можно встретить в Сибири, на Урале. А в Финляндии мы все чаще и чаще натыкаемся на него. Это потомки первого ореха, посаженного в 1930 году. Я очень надеюсь, что кроме садоводов на него обратят внимание городские службы. Мне кажется, что он может занять достойное место в парках и скверах северных регионов. И на этом, конечно, все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И пускай у вас будет такое же хорошее настроение, какое у нас. Продолжение следует...